И вернёмся к главной теме дня, трагедии на шахте Степная во Львовской области. Сегодня днём туда вылетел премьер Владимир Гройсман, с ним министр энергетики и глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Оперативное совещание они провели прямо в самолёте, затем ещё одно после прибытия на шахте, на шахту. С нами на связи моя коллега Галина Якушко. Галя, здравствуй. Расскажи, что происходит прямо в эту минуту на шахте. Здравствуйте. Владимир Гройсман буквально час назад перевел на шахту Степная. Сейчас он провёл заседание комиссии по ликвидации последствий аварии. Премьер успел коротко пообщаться с журналистами, выразил соболезнования семьям погибших. Заявил, семьи погибших, горняков и пострадавшие шахтёры получат всю необходимую помощь и сообщил. По поручению президента на всех шахтах Украины проведут проверку соблюдения техники безопасности. Сейчас Владимир Гройсман с нами в прямом эфире. И вот мы спросим сейчас, какие результаты комиссии. В первую очередь я бы хотел висловить свои впечатления всем родинам погибших. Это действительно очень ужасная трагедия. Молодые горники – это огромная потеря для родителей, для коллектива. Я встретился и с хернистом шахты, и с шахтарями. Великая беда сегодня на Львове и для всей нашей страны. Мы приняли очень четкие решения. Завтра уряд ухвалит решение о создании государственной комиссии. Я считаю, что нужно не только проверить эту шахту, а нам нужно проверить ретельно и детально все шахты на предмет безопасности. Сегодня мне сказали, что нужно около 200 миллионов гривен, чтобы защищать средства наших шахтарей. Я взял это вопрос на особенный контроль. Мы найдем 200 миллионов гривен, чтобы защищать шахтарей всем необходимым родинам. Из погибших уже принято решение. Мы выделим 500 тысяч гривен на каждую родину. Понимаете, что мы шахтарей не сможем вернуть. Но это будет то, что мы можем сегодня сделать. Сейчас я пойду к шпиталю, к госпитализованным шахтарам. Посмотрим состояние здоровья. Если будет необходимо, я дам летать, чтобы забрали их на Киев. Если есть такая необходимость в этом, если будет необходимость, чтобы наши киевские фаховцы приехали сюда консультовать. Мы тоже это организуем. Великая втрата, великая трагедия. Очень жаль, что так произошло. И я еще раз висловил свои впечатления всем родным и близким. Еще скажите, почему все-таки произошел взрыв? Поветряна с газом суміш, вона спалахнула. Это попередняя информация, которую дали. Но нижняя сигнализация, ни специальное обладание ничего не показывало, что до увеличения вместа в поветрии. Сейчас нужно разбираться. Поэтому я хотел бы, чтобы это была государственная комиссия на высшем уровне. И думаю, что в ближайшее время будет ответственность, что произошло и кто винен. Все винны должны страдать, должны все нести свою ответственность за это. Это очень серьезное вопрос. И оно должно быть доведено до логичного завершения. Но на будущее нужно обеспечить качественные средства защиты для шахтарей. И тут вопрос для министерства. Я такое задание поставил. Чтобы такой план был быстро разработан. Если предыдущий рассмотрен 200 миллионов, я сказал, мы найдем ресурсы и выделим. Жизнь человека, жизнь шахтаря, оно бесценное. Поэтому в безопасность нужно вкладывать деньги. Еще один вопрос. Почему решили единолично сегодня приехать? А я по-другому просто и не мог. Это великая трагедия и беда. И я хотел быть вместе с людьми. А понять, что реально произошло, чем я могу допомогти, которые нужно оперативно принимать решения. И правильно, что я приехал, я почувствовал сначала джерела от шахтарей. И про проблемы, и про те задачи, которые сегодня есть. Ну и я еще раз наголошу, я хочу поехать до уже пострадали хлопцев, которые в лекарне, и посмотреть, чем я там еще смогу допомогти. Спасибо большое, что вы сейчас с нами провели эфир. А я продолжу. Президент Украины своим указом также объявил 3 марта днем всеукраинского траура по погибшим горнякам шахты Степная. Как мы выяснили, в 2008 году на шахте одна за другой произошли несколько аварий. Расследование выявило около полутысячи нарушений норм охраны труда. К административной ответственности тогда привлекли всего 18 работников. Студия. Спасибо, Галина. Галина Якушко была с нами на прямой связи из Львовской области, где сегодня на шахте Степная произошла трагедия. Погибли 8 человек. Я подчеркну, что только что Владимир Гройсман в прямом эфире пообещал поддержку со стороны государства всем семьям погибших шахтеров. Субтитры создавал DimaTorzok